Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вот я вам рассказал в предыдущем видео о том, что отменен концерт замечательнейшего исполнителя Шамана, мной очень любимого, кстати, несмотря на многие комментарии, не на все, на многие комментарии. И я понимаю очень чувства людей, конечно, потому что кто-то расстроен, куда выплеснуть? Ну, естественно, здесь на канале можно, так сказать, написать какие-то что-то в расстроенных чувствах. Все это понятно, и, собственно говоря, я тоже очень расстроен, но, тем не менее, это те факты, которые, собственно, есть, и от них никуда не денешься. Можно закрывать глаза, можно молчать, можно не говорить об этом, но от этого что, изменится-то я не могу понять. Факты-то не изменятся. Вот в Нижнем Тагиле отменили концерт, это подтверждено, многие пишут, да, это фейк, да, это ерунда, какой концерт. Друзья, ну, пожалуйста, откройте СМИ, почитайте, все СМИ об этом пишут, абсолютно, никакая не придумка. 24 сентября он должен был состояться, его отменили. Более того, об этом сообщается в официальном сообщении организаторов мероприятия в соцсети ВКонтакте, что он отменен по техническим причинам. Представители шамана заявили тоже об этом, и говорят о том, что подкачала логистика. Я предлагаю просто вместе разобраться в этом во всем, потому что как-то вымещать, знаете, свое расстройство, оно можно где угодно писать, что, но от этого ничего не изменится. Я еще раз говорю, это замечательный исполнитель, и я радовался все это время, что он появился на нашей эстраде. Жалко, что еще раз говорю, что он один появился, такого плана, вот бы сто появилось шаманов, да, вот такого плана, патриотических, молодых, замечательных, в каждый город бы его, еще раз говорю, его духоподъемные песни, которые действительно мы очень долго ждали, а когда услышал песню «Я русский», я подумал, что, господи, неужели я дожил до этого времени, когда это поют, когда поют, утверждая то, что давно нужно было утверждать. Поэтому, конечно, здесь какая-то история есть, просто так концерт не отменяет, то есть у него были концерты, концерт, это мое мнение, еще раз говорю, ничего не отменяли, и тут вдруг раз и все. Более того, я вам про Нижний Тагил сказал, откройте, вот наберите в поисковике, отменили концерт шамана, вы увидите, все то же самое, что я читаю. Значит, концерт шамана еще отменили и в Магнитогорске, друзья мои хорошие, представляете, то есть не только здесь, значит, в Магнитогорске отменили, который должен был пройти 3 октября, он тоже отменен, и тоже по этим же причинам, но в СМИ выкладывают, можно же зайти посмотреть, как раскупались билеты, пишут, что раскуплена половина зала только, половина зала только, и возможно дело в этом, что, скажем, плохо приобретаются билеты, я вот в предыдущем видео написал, плохо покупают билеты, но оно так и есть, так и есть, потому что раскуплено мало билетов, об этом пишут все, еще раз повторю, друзья, то есть можно меня обвинять, обвиняйте меня, что угодно, так сказать, пишите, но что здесь поделать, я предлагаю просто разобраться в ситуации, это больше, более продуктивно, мне кажется, имеет какую-то больше эффективность, да, значит, местные СМИ выдвинули версию, что отмена выступления происходит по причине плохой продажи билетов, пишет в частности, РИА новости сегодня, значит, следующий концерт запланирован на 25 сентября в Екатеринбурге, там тоже продана половина билетов, но официально он на данный момент не отменен, давайте еще посмотрим, газета.ру, пожалуйста, другой источник, открываем, значит, в Нижнем Тагиле отменили концерт Шаман по его просьбе, по его просьбе, значит, компания Артисты и Звезды сперва заявила в соцсетях, что концерт Дронова назначена 24 сентября отменили по тех причинам техническим, представитель фирмы в беседе с журналистами порекомендовал обратиться с разъяснениями в пресс-службу исполнителей подтвердил, что инициатива об отмене поступила от самого артиста, то есть он сам отменил свой концерт, как говорят нам, ну, так говорят. Значит, за неделю до концерта местные СМИ рассказали, что по состоянию на вечер 16 сентября было продано около только половины мест в концертном зале, то есть по состоянию на момент отмены. Так что, ну вот, друзья, а что здесь сказать? Более того, меня что еще удивило? Ранее концерт исполнительницы патриотического хита «Матушка» Татьяны Куртуковой тоже отменили в Екатеринбурге. Вот что это такое? Почему эти отмены начались? Значит, дальше, давайте еще посмотрим, кто что еще пишет. Более того, есть и более смелые заголовки. Например, в России отменяют концерты «Шаман» после скандала вокруг гонораров. Вот такие есть. То есть тут написало, мне вообще, представляете, сообщение написали в комментариях. Ты и есть пятая колонна. Вот так. То есть два с полной года говорить об убегантах и о возвращенцах, в итоге приходишь к этому. Но только лишь потому, что рассказываешь о том, что есть фактически происходит. Значит, здесь тоже пишут о том, что концерт не состоится в Магнитогорске, в городе Челябинский. В городе Челябинске должно было состояться 3 октября. Так. Сейчас, друзья. Уважаемые зрители, концерт «Шаман» Магнитогорский отменен по тех причин и приносим свои искренние извинения. Сообщили в паблике приуроченному событию. Вот, друзья, вы знаете, мы же прекрасно понимаем, что причины всегда называется там логистика плохая, здесь что-то там что-то не случилось, что-то не срослось. Но истинные причины мы понимаем, почему, условно говоря, Пугачевщина ездила по явлению Пугачевщина, да, я так это называю, пели сколько лет, сколько десятков лет, и ничего, никаких отмен нигде не было, разговоров о гонорарах не было. Разговоры о гонорарах надо было завести, но почему-то они с «Шамана» начались, это тоже интересный момент. Поэтому, конечно, он им, еще раз говорю, как козь в горле, потому что, естественно, он очень популярен, популярен среди людей. То, что раскуплена там половина билетов здесь и там, бывает и такое, бывает такое время, бывает совпало, бывает, что в регионе происходит. Поэтому к этому не нужно относиться, как что там никто не хочет на него идти. Да нет же, конечно. И бывает в одном регионе, например, половина раскуплена билетов, в другом полностью все. Что-то в регионе произошло, что-то случилось. Артист может принять решение перенести концерт на более удобное время, когда действительно будет возможность у большинства, у большего количества людей прийти. Это нужно спокойно воспринимать. Но тот факт, что у шамана после Ставрополя, где вот 15 миллионов эти начали качать, и, собственно говоря, разговор-то правильный о гонорарах. То есть нужно вычленять все-таки шамана замечательнейшего, еще раз говорю, но и очень любимого исполнителя. Я вообще очень люблю тех исполнителей, которые поют о России. Недавно мы с вами смотрели вот три девочки, которые поют руссконародные песни, одетые в руссконародные... Ну как это прекрасно слушать? Поэтому я считаю, что здесь есть какая-то история. Я до конца не понимаю, откровенно признаться, что за история, но мне кажется, что эти отмены тоже, они не просто так происходят. Тоже не просто так они происходят. Потому что, может быть, решили притормозить, потому что люди будут спрашивать, а сколько в этом регионе будет? А может быть, регионы сами? Мы не знаем до конца внутренней кухни. Но отмены происходят. Отмены происходят, и вот это факт. Это факт, да? Получается, Нижний Тагил, получается, да, получается еще Магнитогорск. Вот посмотрим, 25 сентября, Екатеринбург. Как там будет история? Будет ли отмена там или нет? Поэтому вот, вот такие новости, друзья. Что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Значит, в свете блокировок, замедления, Ютьюб, друзья, не поймешь, будет он работать, не будет работать. Я вас приглашаю на теперь уже основной свой канал Будда Гришна. Новости в Телеграм. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Там новости 24 на 7 с моими комментариями. Видео о политике, которые здесь нет уже очень давно. Мои личные какие-то фото и видео. Обязательно жмите подписаться, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Ну и так как с Телеграмом тоже, друзья, не ясно, что будет здесь внизу еще и ссылочка на социальную сеть ВКонтакте. Жмите тоже подписаться, там будут выходить мои видео о политике. Тоже, вы знаете, кто-то сейчас написал в комментариях, что ой, сейчас как будут радоваться наши враги, там еще что-то. Я бы не сказал, что отмена концерта шамана или же что он состоялся, это какой-то маркер, знаете, патриотических настроений в обществе. Это все давно понятно, что многие в мире открывают глаза на то, что происходит, истина, истина, что происходит, да, на истину. И еще раз говорю, здесь я не думаю, что нужно вот так вот такими громкими словами бросаться, что это как-то это на кого-то влияет, не влияет. Собственно говоря, вот так. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.